Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А доказательства есть, что Украина была в 17 веке? Конечно, их бесчисленное количество Ну, например, один хотя бы, не нужно бесчисленное количество Например, летопись Григория Гребянки, 1594 год Пишется следующее Косинский наляхов с войском Запорожским Приде и много замков воевал и ляхов поби Но в 1594 под пяткой отляхов поражен был Того же року гетьман войска Запорожского наливайка 27-го, повоевавши Угри, приде в Украину И обойте в живой Косинского Ну, смотри, есть разница между географической территорией и государством То есть вот если я скажу Мне часто в качестве аргумента существования Украины Говорят, вот есть в стихотворении, по-моему, Пушкина Ой, не Пушкина Тиха украинская ночь Вот такой аргумент используют Вот если бы там написано было Тиха сибирская ночь Тиха уральская ночь Тиха приволжская ночь То как бы Оно и верное, и неверное В том плане, что географическая территория такая существовала и существует А государства такого не было То есть Сибирь, она существует как географическая территория Но она не существует как отдельное государство Ясненько, смотри Значит, есть Бахчисарайский мирный договор Это вторая половина 17 века Где упоминается украинское панство Ну, это на польском Переводится как, собственно, украинская держава То есть государство ваше, собственно Это при Пётре Дорошенко Можешь посмотреть, если что Там есть Также есть, кстати, гравюра Богдана Хмельницкого Где он указывается как украиняндукс на латыни Что переводится как украинский князь Не единожды То есть есть несколько гравюр Богдана Хмельницкого с этим титулом Очень просто На картах, кстати, я тоже забыл сказать На картах тоже есть Украина И не как-то поним какой-то А именно как Страна казаков То есть Это можно посмотреть Какого? Ну, например, там Какого-то Санцона Забыл какого? Санцона Тоже 17 век Где подписано Украин поезды с казакой То есть Украина Страна казаков Ты имеешь в виду, наверное, Запорожскую сечь? Или как там? Николя Санцон это Я вспомнил Нет, не Запорожскую Это территория Гетьманщины Слышал такой термин? Ну, слышал Слышать ты слышал Но это, знаешь Это вот альтернативная история Как бы Нет, это официальная Это официальная Смотри, Гетьманщина Пишу, вот Гетьманщина Гуглю Так, давай российскую открываем Так, что здесь есть у нас? Гетьманщина Также войско В официальных документах Войско Запорожское Государство Украинских казаков На территории современной Украины Существовало с 1649 года Когда был принят Сборевский договор Вот И уже Было уничтожено При Екатерине II 1764 год А вот Меня заинтересовали Книжечки Там чего-то Рубля Вот это можно Посмотреть? Пожалуйста А можно вот там Что-то Такие книжки Ну, поближе Как-то Посмотреть Поближе Не, я вставать точно Не буду поближе Ну вот, блин Потому что Не видно там Как бы Интересное такое Это какие-то Ну, пособия Да, вот Ну да Для героев Майдана То есть какие-то А там что-то Ну, что-то написано Какие-то эти самые Значит, заметки Так а что? Я так понял С Кариной И согласен Все Больше Никаких Нет, я хочу Просто посмотреть Книжки Вот эти вот Интересные Что там Ты их читал Загуглишь Посмотришь А вот Что у Карина Была Что у Карина Была Я думаю Теперь ты уже понял Понятно Там интересная У тебя картина Это Это честно Это бред Полный Но Антураж Такой Все Аргументы Закончились Отлично Какие аргументы Я уже прокомментировал Все Альтернативную историю Мы не одобряем И не признаем Слушай Загуглишь Значит Карта Йогана Ой Ну да Йогана Янсоніуса Есть карта А есть Николас Ансона А есть Джакомо Кантелли А есть Пьера Ван дер А А есть Тобиаса Коннарда Лоттера А есть еще Кого тут Вильгем Фан Кто еще Абрахам Аллард Короче Множество Я понимаю Я это все Уже загуглил Загуглий Хоть одного Хоть одного Загуглий Смотри Какое отношение Вот эти вот территории Имеют к Украине В границах Скажем так Даже 2013 года Не говоря уже 2023 Ну грубо говоря Там Какое отношение Там Вот та Украина Которой ты говоришь Она имеет Там К Севастополю К Симферополю К Донецку К Луганску Такое же отношение Как и Россия Собственно На этих территориях Тогда жили Крымские татары Которые имели Собственное государство Которое называлось Крымское ханство Но оно было уничтожено Неправильно На той территории Жили Тавры Сарматы Остготы Римляне И прочее Много кто жил Ну да Если ты говоришь За 5 век Наши яры Вообще крымские татары Это кочевой народ Если ты говоришь 5 век Наши яры То да Там жили Какие-то готы Ну готы Это даже 4 век 4 век Наши яры Сарматы Это вообще 3 и 2 век Наши яры Кого ты там еще говоришь Тавры Тавры Это вообще такое Просто Называли Тавры скифами Называли даже русов Византийцы Вот А мы говорим За крымское ханство Которое появилось После распада Золотой Роди В 15 веке Потому что Потому что Ты говоришь За 17 век В 17 веке Было крымское ханство Которое было уничтожено В 1783 году Российской империей Все очень просто Никакого отношения Росия к этой территории Так же не имеет Если ты судишь По Этно Так и Украина не имеет Этническому Этническому И Россия тоже не было Мы говорим даже не про 17 век Мы говорим про еще дальше Туда В сторону 10 века Еще раньше Там были Ключевые народы В Крыму Если еще раньше То там еще Неандертальцы жили Ты знаешь Да Если еще раньше То там Как бы Даже моря не было Потому что еще Украине Выкопали его Ну да И вот не было еще Лаптевого моря Знаешь Потому что Московители Лаптями еще Его тоже не выкопали Слышал такое? А что там за парень Вот с Тарасом Шевченко Есть это Тарас Шевченко Богдан Хмельницкий Ой нет Дан Хмельницкий Ошибся Молодый А что за парень Не эксперт По украинской Вот этой вот Идеологии Идеологии Да А кто Вот парень То есть с ним Это кто Тебя бы истории Получить для начала А потом спрашивать Какие-то элементарные вопросы Получи Получи у меня истории Давай начнем с нуля Да Давай Я понял Давай Ты мне прокомментируешь Одну вещь Ты же мне задал вопрос Теперь я тебе хочу задать вопрос Давай Согласен Смотри Значит Есть работа Очень интересная Франческо Деколу Он побывал в Москве В начале 16 века И он описывал местных людей Я хотел бы Чтобы ты прокомментировал это Значит он пишет Не, меня другое интересует Ну подожди Я еще Я еще этот не зачитал Смотри Людей В этих областях И во всей стране Вышеназванного князя Продают как куриц И других животных На рынке Их продают И у них заключают договоры Отцы и матери Приводят на ярмарки И рынки детей И продают их Для удобства покупателей За ничтожную цену Скажу больше В городе Москве Некоторые из наших Купили нескольких Молоденьких девиц От 15 до 18 лет Поистине прекрасных Для своего употребления Удовольствия Всего за один дукат Или унгар И так обычно Их покупают За большую Или мелкую цену И дети Которые родятся Остаются Во власти Купивших Которые могут Для своего удовольствия Продавать и менять Хотя и не могут Вывозить из страны Но могут только держать Для всяческого употребления То что запрещается Нашими законами Божественными И человеческими Но сия нация И в худший порог Весьма погружена Сей великий князь Василий Как мне рассказали Решил завести жену И так дальше Ну собственно Интересно Почему он так писал Ну смотри Во-первых Это в каком году было Во-вторых Вот сейчас Мы говорим Про Российскую Федерацию Российская Федерация С 1991 года Как бы То есть Вы не имеете Отношения К московскому княжеству Ну мы имеем Ровно такой же Как и вы Понимаешь Вот Мы имеем В смысле То есть Москва Москва на вашей территории Не находится Я правильно понимаю Нет Смотри Москва находится На нашей территории Ровно в такой же степени Как и Украина Как бы Находится На нашей территории Потому что Там постоянно Все менялось Москва Да Находится На нашей территории Новгород Великий Находится На нашей территории Вот Но если Ты говоришь Про те времена Ну как бы Чел Тогда-то и Украина имела к этому государству такое же отношение, как и Российская Федерация. Да нет, она была тогда в составе Речи Посполитой. А у вас было Московское княжество, которое было отдельно. Ты про Российскую империю сейчас? Я про Московское княжество. Ты знаешь, когда было Московское княжество? 1519-й. А погоди, при чем тут Московское княжество и Российская Федерация, ну, Россия? Так это не ваше. Да, ну, находится на нашей территории. А у вас историю откуда начинают учить? Нас историю? Да. Вот в учебниках. Если ты говоришь про Российскую Федерацию? Ну, Иван Грозный, Иван Грозный. Иван Грозный ваш царь или нет? Ну, наш, наш. Ага, так. Значит, его отец Василий. Погоди. Ваш князь? И наш, и ваш. Нет, у нас не было Василия. У нас был король тогда Речи Посполитой. Нет, вас вообще тогда не было. В Сигизмунд. В Сигизмунд вроде. Так что, получается, в вашем московском княжестве продавали людей, продавали людей, как корицы. А вот эту вот прольвовскую территорию, которая ближе туда, ну, ты говоришь про юго-запад, про крайний запад Украины, да? У тебя все нормально. Ты знаешь, какие территории в 16 веке входили в состав московского княжества? Почему мы сейчас заострились на 16 веке? Потому что я тебя прочитал за 16 век. 1519 год. Московское княжество. Блин, можно и за 10 прочитать, но ты понимаешь, что... Московское княжество, смотри, я гуглю. Московское княжество, вот смотри. Я не спорю, что ты гугляешь. Где была территория московского княжества? Видишь? Сейчас я тебе чуть-чуть яркость. Вот, видишь? Там нету территории Украины. Московское княжество имеет... Там нету территории. Там нету территории Украины. Это, собственно, вот как раз заканчивается ее территорией. Ты показываешь какую-то левую картинку. Слушай. Заводи, московское... Твоя история, московское княжество. Великое княжество московское. Вот, собственно, его территория. Причем... Погоди. Какое отношение московское княжество имеет к России? К российской княжества? Вот, Великое княжество московское. Я не спорю. Так это же ваша история. Или вы такого не учите в учебниках? Смотри, я еще раз объясняю. Московское княжество... Или это альтернативная история? Это не альтернативная история. А, официально. Я объясняю еще раз. Давай. Конечно, официально. Московское княжество имеет ровно такое же отношение к Российской Федерации, да? Как и киевское княжество, киевская губерния, понимаешь? Нет. Потому что... Ну, мы про какой год говорим? Я ж тебе еще раз сказал. 1519. 16 век. Почему мы заострились на 1519? Потому что я тебе прочитал, что твоих предков продают как курьеры в Москве. А ты говоришь, Москва относится к нам так же, как и к вам. А я говорю, нет. Наши территории не входили в ее состав. Мои предков, да. Ну, ты как бы с чего решил, во-первых, что это мои предки, да? Ну, они... Я, может, переехал отсюда. Они с вашей территории. С вашей московской территории. То, что они в нашей территории, из этого не следует, что они наши предки. Ты говоришь про 500 лет назад. А кто же ваши предки тогда? Ну, там трудно сказать, кто наши предки. А, то есть те, кто в Москве, это вот, например... Ну, судя по... Мои предки, судя по всему, тавры, как бы. А, твои тавры. Прямо тавры. Да, я из республики Крым, да. А, не крымские татары, а тавры, да? Крымские татары, это кочевой народ. Ну, давай сойдёмся на... Какой кочевой народ? Ну, крымские ханства, это государство. Какие крымские татары хоть нести, это охиняется. А, это альтернативная история, да? Это не альтернативная история. Крымские татары, это кочевой народ. Смотри, тавры. Кто такие тавры? Я тебе уже рассказывал, но я вот сейчас зачитаю. Тавры. Это народ, населявший древности южное побережье, преимущество горную часть Крыма. Известно в то же время, как таврика или таври, да? Да, упомянутый в трудах греческих и римских историков и географов. Первые упоминания шестой век до нашей эры. Последнее, первый век нашей эры. То есть тавры перестали существовать 2000 лет назад, а ты говоришь, ты наследник тавров. Слушай, ты бы хотя бы на ютюбе хотя бы набрал историю Крыма, вот там вот посмотрел, какие народы жили на территории. Так это ваша википедия, ваша википедия, собственно, пишет за тавры. Википедия вообще наша, у нее как бы там, википедия это международный ресурс. Я понял, я понял. Вот это, конечно, проблема, это надо на лечение скидываться, потому что тут уже реально проблема. А, да, википедия наша, точка орг, да, действительно, точка орг, точка орг это эквивалентно точка ру. Это российский сегмент википедии, на котором предоставляется ваша информация, с ваших источников, понимаешь, ваших авторов, российских историков. Вот, тут ссылается все на ваши работы, понимаешь, вот тысяча работ здесь под этими таврами, вот литература. О, хороший вопрос, а есть украинские какие-то работы? Те, литература, Харапунов, вот, Зубарь, Колотухин, Крыс какой-то, Лесков, Сенаторов, тоже Харапунов, этническая история Крыма, Воронежелезный веки, Боспольские исследования. Тут миллион этих работ российских историков. А ты мне говоришь, что это не наше, это все ваше, понимаешь? Нужно чуть-чуть получить историю и не нести вот этот сущий бред, который ты несешь. Пожалуйста. Да, давай, иди учи историю на пересдачу, два с минусом. Хе-хе-хе, бомбану, пить кінець. Ой, просто безграмотні. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забывай подписаться на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon, чи за реквізитами, що знаходиться в описі під відео. Дякую. Слава Україні! Субтитры сделал DimaTorzok